Описание представленных томограмм двухмесячного ребенка от 3 октября 2019 года. Область исследования. Головной мозг. Трактовка результатов сканирования крайне затруднена из-за низкого качества томограмм. Несоответствие выполненного протокола исследования общепринятым стандартам. В целом, обращает на себя внимание отсутствие визуализации червя-мозжечка, наружной гидроцефалии, боли выражены в затылочных долях. Боковые желудочки, третий и четвертый желудочек компримированы до 3 мм. Заключение. МР. Картина о генезе червя-мозжечка, наружной гидроцефалии. Рекомендовано проведение МРТ головного мозга на высокопольном томографе. С медикаментозным пособием и контрастированием для уточнения диагноза. Врач-рентгенолог. Кандидат медицинских наук М. А. Котов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики с СГМУ имени Мечникова. Комментарии врача-рентгенолога. Добрый вечер. Исследование проведено крайне плохо. Не все нужные последовательности выполнены. Ребенок двигался. Однако это не отменяет главного. Червь-мозжечка не виден. Это серьезный порог развития головного мозга. Необходимо проведение МРТ под наркозом, чтобы уточнить диагноз. В этом поможет контрастирование. Такие исследования делают в крупных больницах, где есть МРТ и отделение анестезиологии и реанимации. Про дальнейшее развитие ребенка можно говорить только после установления диагноза. А для этого нужно качественное МРТ. Ответ пациента. Спасибо. Но мы уже консультировались независимо. Помимо расшифровки в перинатальном центре, в двух центрах. НПЦ воина Есенецкого и в клинике неврологии у профессора Алиханова. Были противоречия в заключениях, но там никто из них не говорил о низком качестве или о пороке мужичка. Получается, врач их заключение не подтвердил и увидел то, что три специалиста в разных местах не увидели. Очень странно. Вызывает сомнения с отсутствием на плохое качество. Ответ врача-рентгенолога. По качеству. Для построения качественного МР-изображения необходимо, чтобы пациент во время сканирования находился абсолютно неподвижно. В вашем случае ребенок двигался. На сканах корональной проекции, там где желтая линия, изображение достаточно четкое, а в сагитальной, боковой проекции, изображение идет полукруглыми линиями. Это артефакт от движений. Ребенок двигался, от этого изображения смазывается. Поэтому плохо видно мозолистое тело, а черт мужичка вообще достоверно не виден. Кроме того, для оценки структуры вещества головного мозга нужна последовательность Флэр. Ее нет. Для оценки кровоизлияния, учитывая возраст, в первую очередь, перевентрикулярных, нужна последовательность Т2 или ГРЭ. Их нет. Также нужна сагитальная Т2. для лучшей визуализации мозолистого тела. Ее тоже нет. По сути, у вас получилось всего три последовательности, которые не раскрывают основную цель МРТ. Предоставление исчерпывающих сведений об анатомии головного мозга. Поэтому заключения специалистов так и разнятся. Вам нужно повторять МРТ. Это исследование диагностически малозначимо.